Новая пятилетка Поднебесной. Чего ждать миру от Китая после 20-го съезда Компартии? И как могут измениться отношения с США? Есть высокая вероятность того, что Китай может прибегнуть к военной операции. Третий срок Си Цзиньпина. Пойдет ли он на сближение с Путиным? Путин – личный друг Си Цзиньпина. И как это скажется на войне в Украине? Сегодня я расскажу вам о председателе КНР Си Цзиньпине, которого 20-й съезд Коммунистической партии Китая наделил беспрецедентными за последние 50 лет полномочиями. По сути, они теперь такие, как у Мао Цзэдуна, когда вождю позволено практически все. Что это означает для Украины и чего теперь ждать миру? Об этом далее в сюжете. Помпезный зал, торжественная музыка и несколько тысяч человек. Самое главное политическое событие Китая за последние пять лет открывается бурными аплодисментами. Это съезд, во-первых, юбилейный, 20-й съезд, и важность его в том, что это первый съезд после того, как в 2021 году Коммунистическая партия Китая отметила столетие. И это был большой юбилей. Это итог 100 лет существования самой партии. Выступление генерального секретаря и одновременно председателя КНР Си Цзиньпина продлится два часа. На час меньше, чем пять лет назад. Все это время почти 2300 делегатов внимательно вводят ручкой по бумажной версии речи и делают пометки. В докладе Си Цзиньпина больше внимания было уделено новым вызовам, стоящим перед Китаем. Действительно, некоторые подсчитали, что слово «безопасность» упоминается 50 раз в этом докладе, в то время как слово «реформы» упоминается меньше, и экономика меньше упоминается. И это в то время, когда вторая экономика мира сегодня бьет по тормозам. Постоянные всплески ковида отправляют в локдаун целые мегаполисы. Политика «одна семья, один ребенок» привела к старению населения. Безработица среди молодежи бьет рекорды. А огромный кризис на рынке недвижимости, образовавшийся в результате раздутого пузыря с ценами, грозит Китаю спадом экономики, как в США в 2008 году. По большому счету, это как будто накрыли покрывалом какую-то незакрытую дыру, которая, по сути, не решена до конца. Эта проблема есть, и она серьезная. В новую пятилетку Китай входит в худшей форме с начала 2010-х. Но, несмотря на это, Си Цзиньпин идет на третий пятилетний срок, что делает его первым главой КНР после Мао Цзэдуна, который будет занимать свой пост более 10 лет. И это еще не все. Съезд утверждает единоличное верховное лидерство Си, наделив его беспрецедентным объемом полномочий. И вот, что происходит дальше. Для бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао, похоже, это стало полной неожиданностью. После чего его просто выводят под руки из президиума. Си же получает абсолютную власть в стране. Цель, конечно, чтобы получить бесконечную власть. У Китая есть такое негласное правило, что если человек, он 68 лет, на момент съезда, значит, он уже не имеет права занимать должности. И опять же, Си Цзиньпинь это правило нарушил, потому что ему 69 на сегодняшний день. Для себя он это правило отменил, когда ввел изменения в Конституцию в 2018 году. Ничего не напоминает. Мы ведь принимаем не новую Конституцию, а только вносим в нее значимые, но все-таки отдельные поправки. Станет ли Си Цзиньпин китайской версией Путина и как это отразится на Украине? Ответ состоит из нескольких внешнеполитических аспектов. Политика главы КНР за последние годы укрепила позиции Китая как стратегического противника Запада. И последнюю каплю в этом, вероятно, сыграла обостренная проблема с Тайванем. Во время своей речи Си Цзиньпин прямым текстом заявил, что не исключает военного пути присоединения Тайваня к Китаю. Решение тайванского вопроса – дело Китая, вопрос, который должен быть решен нами. Мы будем и дальше стремиться к мирному воссоединению, но мы никогда не будем обещать отказаться от применения силы. Однако эксперты предполагают, несмотря на угрожающий тон, скорее всего, Китай все же попытается решить вопрос Тайваня политическими методами. Сейчас больше всего на слуху компромиссная модель «Единый Китай – две системы». Байден сказал, что США признают идею «Единый Китай – две системы» в отношении Тайваня. Это лозунг самого Пекина, который он постоянно поднимал на флаг, говоря об отношениях Китая и Гонконга. США идут на уступки по проблеме Тайваня в отношениях с Китаем. США и КНР, как главные торговые партнеры друг друга, понимают взаимозависимость своих экономик. В прошлом году товарооборот между странами составил 750 миллиардов долларов. Это в пять раз больше, чем между Китаем и Россией. А если Поднебесная пересечет красные линии с Тайванем, это заблокирует доступ к технологиям и финансовым западного мира. Кроме того, Китай понимает, что его армия сегодня не готова. А пример российского провального вторжения в Украину еще больше иллюстрирует неэффективность военного инструмента. Если они вступят в военный конфликт, это приведет к экономическим потерям обеих сторон в пользу Путина. Зачем им это делать? Я думаю, что ближайший форум G20 в Индонезии даст публичные подтверждения того, что США и Китай договорились между собой. А это значит, что они будут делить наследие РФ, эти обломки империи зла. С начала российского вторжения Китай официально придерживается нейтралитета. Однако на Западе считают такую позицию скорее подыгрыванием Кремлю. Си Цзиньпиня называют давним союзником Путина. И главный вопрос, не увеличит ли он поддержку России, когда после вероятного переизбрания на третий срок у него будут развязаны руки. В то же время Китай подставляет России плечо экономически, по дешевке, скупая ее энергоресурсы, которые раньше втридорога покупала Европа. Больше всех, кто сейчас использует Россию, это Китай. Он пользуется этой ситуацией, в которую себя Путин сам загнал. Покупает дешевую нефть, уголь, он даже ставит условия по ценам. Выходит, что война России против Украины Китаю даже выгодна. Как и то, чтобы в России оставался сильный и скептический по отношению к Западу режим. Ведь, как бы это дико не звучало, прозападная Россия – это совсем не то, что хотела бы видеть возле себя Поднебесная, отмечает директор Украинского института политики Руслан Бортник. Для Китая Россия важна, потому что она отвлекает Запад. Российское вторжение в Украину позволяет Китаю выиграть время, необходимое ему для опережения США. Китай понимает, что пока западный мир сконцентрирован на России и в Украине, он может сосредоточить военные и экономические усилия. Поэтому, по факту, КНР занимает не нейтральную позицию к российско-украинской войне, а отвечающий его интересам, и использует Россию для достижения своих геополитических целей. Итак, логика Китая состоит в том, что он делает только то, что ему выгодно. Но выгодно ли Китаю победа Украины? Украину, к сожалению, Китай воспринимает как марионетку-пешку Запада. Власть в стране, по их мнению, самостоятельно не управляет процессами. И это все идет с Запада. И Запад виноват в том, что он разжигает конфликт. В то же время отношения Украины и Китая даже до войны вряд ли можно назвать системными. С одной стороны, последние три года Китай был главным торговым партнером Украины. А объем товарооборота в 2021 году достиг почти 20 миллиардов долларов. С другой стороны, практически отсутствовали политические контакты. У нас были такие ямы. Сначала хорошо, потом вообще никак, потом снова хорошо, потом снова никак. И этого китайцы не понимают. Я вижу в этом больше нашу вину, а не вину Китая. Мы торговали с Китаем и считали, что это окей. Но так не может быть, когда главный торговый партнер Китай, а вы с ним не ведете диалог. Сегодня же официальный Киев, нейтральность Китая в войне комментирует преимущественно сдержанно и осторожно. Как отметил президент Украины, лучший нейтральный Китай, чем тот, что поддерживает РФ. Надо понять, что Китай будет просто ждать в нейтралитете в этой войне до момента, когда станет ясно, чем она окончается. И тогда можно выдвигать определенную позицию. Надо спокойно относиться к позиции Китая, но, наверное, неформальные контакты Украина должна как-то вести с Китаем. 20-й коммунистический съезд партии призван решить преимущественно внутренние проблемы Китая, которых у него накопилось достаточно много. Если Си Цзиньпин после переизбрания увлечется властью, подобно Путину, это станет его большой ошибкой, считают эксперты. На самом деле, месседж этого съезда для Путина в том, что он проиграл, в смысле потерял полностью шансы на развитие России. А Си Цзиньпин видит в Путине пример, как не надо делать, если ты хочешь и дальше развивать свою страну. Я думаю, что он это ясно понимает. Украина же на данном этапе мало чем может повлиять на отношения с Китаем. Но после этого съезда украинским властям следует внимательно следить за саммитом G20 в Индонезии в середине ноября, где предусмотрена встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена, и где непременно пойдет речь и об Украине. Артем Куля специально для марафона на канале Freedom.